здравствуйте мастер приветствую в одном даже не в одном а во многих своих видео вы говорили о том что для того чтобы человеку эволюционировать ему нужно миллион лет практиковать заниматься таким достаточно там не болеть немного питаться в крия мы проживаем за один вдох и выдох примерно один год эволюции а сколько лет эволюционировать если не развиваться сколько понадобится миллионов лет или больше понадобится миллион лет в среднем потому что каждые 8 лет мозг обновляется по идее если у человека хорошая жизнь и он себя не отравляет различными веществами а туда входят еще и телевизор то средствами точнее но и веществами и средствами все вместе в общем не отравляет себя этой социальной жизнью так называемой да не уходит не то каждые 8 лет он должен обновляться то есть каждые 8 лет происходит изменение путем воздействия энергии вселенной через солнце и химические изменения и он должен эволюционировать этот цикл так называемый но вы же видите что происходит в основном по сути чем старше тем мудрее должен быть а у нас что происходит чем старше тем глупее большинство людей не могут контролировать себя пожилые или старые люди становятся больными как дети ведут себя дети несмышленыши но и взрослые которые должны обладать уже по сути мудростью они не могут контролировать себя это происходит потому что есть отравление отравление крови отравление нашей системы и есть привязанность и нет развития как ты говоришь но если все нормально если люди живут в хороших условиях по идее они должны мудрее отчасти так происходит но воздействие очень много и механизм таков что в течение года наша солнечная система и солнце как таковое у нас кстати планеты не вращаются вокруг солнца это спиральная работа вращается все движется все идет развитие все это проходит определенный годовой цикл и наше сознание как микрокосмос точно также работает наше тело микрокосмос устроен также как наша солнечная система ну как вселенная как космос в нас происходят все те же процессы которые происходят во вселенной если мы резонируем с этим то то что происходит в нас это то что происходит там меняет наше сознание наш разум это происходит каждые восемь лет по идее и чтобы прийти к освобождению чтобы стать буддой чтобы пробудиться так скажем окончательно разве навсегда нужно в среднем миллион лет это при условии что человек развивается а если он живет вот такой обычной жизнью как живут многие тогда ему требуется миллион лет и один год шучу ему требуется гораздо больше если он успеет он в конечном итоге ему придется развоплотиться опять создать себе образом говорю новое тело новые условия согласно карме и так далее этот процесс очень долгий а если человек занимается работает над собой естественная эволюция его ничем не потревожено то есть он движется нормально то ему среди нужно миллион лет но плюс-минус кто как в жизни люди сталкиваются с большим количеством различных ситуаций трудностей переживаний может быть лишений кто-то достижений можно ли сказать что таким образом жизнь сама сподвигать человека эволюционировать и переживать какие-то состояния может быть который ему следовало бы пережить для его развития дело в том что мы так далеко ушли от истины в обычном состоянии и то что сейчас воспринимается как решение трудности либо какие-то мимолетные радости это все настолько для нас важно сейчас мы не понимаем в обычном состоянии сознания люди не понимают что происходит с ними мало кто из людей знает что такое проведение мало кто из людей помнит о том что все есть проявление бога лишь только те кто изучает этот вопрос и поэтому они находясь в двойственности в этой двойте двойте это двойственность двойственный мир взаимодействие двух главных энергий инь-ян пускай будет да не находясь в этом балансе они пытаются уйти от одного чтобы получить другое и уходя в это в эти две крайности снова и снова получает это и другое в разное время к чему я это все говорю на самом деле все процессы которые с человеком происходит во благо это при условии что человек в это не просто верит а убежден в этом при условии что человек понимает что происходит когда человек хочет избавиться от трудностей и получать только благости сладости жизни это говорит о том что он не понимает что происходит с ним в жизни и кто он такой и как все устроено как все работает все что происходит с человеком она построена таким образом чтобы человек в конечном итоге хочет он того или нет знает он того или нет об этом он пришел к реализации своей, его подводят к этому. Поэтому я как-то сказал, не ждите, пока вас жизнь заставит, начните сами практиковать. Потому что когда вы сами практикуете, вы хоть знаете, что вы что-то делаете, и у вас происходят изменения, и вы сознательны в этих изменениях, хорошее или плохое, неважно, в равной степени старайтесь воспринимать это все. Когда человек практикует, он снижает интенсивность кармических реакций, он снижает нагрузку, потому что он сам работает. И тогда кармический совет говорит, ну видишь, он тренируется, давайте ему помогать будем. Он работает над собой, он старается, надо ему помочь. В этой вселенной все абсолютно закономерно. Да, матрица есть, да, ее создал, скажем, тот, кого называют властелином времени, у нас есть ограничения, это все понятно. Но мы же можем выйти из-под влияния матрицы за счет чего? Духовной практики. Не в направлении работы, борьбы с этой матрицей, заниматься духовной практикой для того, чтобы победить матрицу, нет. Бхагаванши Саттясай Баба — это воплощение Садпуруша. Садпуруша — это верховный творец. Верят в это люди или нет, я говорю о своем личном опыте. Это очень высокий уровень, я не знаю, что выше может быть этого. Ом пришел как Шива из Шакти, как две силы мощные, мужское и женское начало. Когда мы говорим Ом, что мы имеем в виду? Мы говорим о той силе, которая формирует этот мир, поддерживает этот мир. Но когда мы говорим Аум или Ом сокращенно, не всегда помним о том, что это Ом, Отец и М, Мать. Мы говорим, что это сила. Мы говорим, что это свет, это звук, который формирует. Но кто формирует свет и звук? Кто формирует через эти свет и звук всю эту Вселенную? Отец и Мать. Вот Саи Баба, Сатья, Саи Баба, истина, Саи Мать, Баба Отец. И когда ему задавали вопрос, зачем ты пришел? Он говорит, я пришел, чтобы помочь вам найти Бога, которого вы потеряли. Каждый раз, когда в нашей жизни, в нашей новой, скажем, юге, в каком-то периоде, когда люди очень далеко отходят от истины и страдают день и ночь, появляется аватар. Малый, большой, это сейчас не важно. Но Саи Мать, Саи Баба, это одна из самых великих сил, которая была за всю историю вообще. И ближайшие, я не знаю, может быть, 600 или 1000 лет такой силы не появится. Будут другие аватары, вот ждут прямо Саи. Опять же, для чего я это все рассказываю? Для того, чтобы вы поняли, Саи Баба, он пришел, чтобы показать, что Бог очень близок к нам. Это духовный, абсолютный, божественный учитель всего человечества. И он стал очень близок на этот период, пока он был в теле. Ну и сейчас тоже даже вне тела. Это не имеет значения. Для тех, кто успел понять, что Саи Баба не тело, при жизни еще, он сейчас с ним общается. Пока еще в двойственности, но тем не менее. Для тех, кто успел себя реализовать, находясь в единстве, также понимая, что Баба и Он – это единое целое, он находится в этой устойчивости, так называемой. Тот, кто достиг этого. Те, кто не понимают этого или не достигли, у них есть другая возможность. Они, зная о том, что говорит Саи Баба как проявление абсолюта, могут, доверяя или веря самому Сати Саи Бабы, преданной, к примеру, в той или иной конфессии, потому что Баба объединяет все конфессии, они могут понимать, что любые изменения в этой жизни – это его работа по воспитанию в них эго-принципа и трансформации его личности в направлении достижения сущности. Вот о чем речь. Поэтому любые изменения, если вы воспринимаете как принятие, как проявление Бога, как проявление этой силы, как некий экзамен, если хотите, как что-то, что вас поднимает, это сделает вас могущественнее и выше. Ничего не происходит с вами такого, с чем бы вы не могли справиться. Все изменения, которые происходят, они во благо, и все изменения посильны. Вот о чем речь. Можно ли рассчитывать тому, кто встает на духовный путь, на то, что его событийный поток в жизни станет немножко легче или сложные ситуации как-то смогут разрешиться? То есть, можно ли рассчитывать на то, что йога, в частности, крия, будет некой волшебной палочкой, по мановению которой вы можете добиться того, что вам хочется, и избавиться от того, что вам не хочется? Даже в этом смысле можно. Потому что, когда вы осознанно идете по пути, вы себя лишаете очень многого. Например, у вас есть привязанность к ночному клубу. В данном случае вы стали духовной практикой заниматься. Вы перестали ходить. Какое-то время вы страдаете, потому что есть привязанность. Ну и пусть будет не ночной клуб. Что угодно. Есть привязанность к чему-то. Вы отсекаете это. Вы работаете сознательно. Но какая-то часть вас все еще желает этого. Но вы с этим работаете. Это уже есть маленькая жертва. Богу жертвы не нужны. Но тем не менее, это ваша жертва. Вы отдаете это все. Когда человек голодает. Вот есть такая очень хорошая практика. 16 понедельников. Особенно женщины, девушки заинтересованы в этом. Они посвящают 16 понедельников. Каждый понедельник голодает. Человек по 24, 36, 48, кто как. В течение 16 недель они посвящают эту садхану, допустим, Шиве, Абсолюту, какому-то аспекту божества. И говорят, пожалуйста, помоги нам достичь того, что мы хотим. Дай нам то, что мы просим. А мы, в свою очередь, будем выполнять вот эту садхану. Это как бы в какой-то степени некая сделка. Но в этой сделке вы духовно растете. Вы работаете над очень-очень многими качествами. И когда есть искушение, вы спокойно проходите это. Это делает человека сильнее. Когда этот человек становится сильнее, значит, он осознаннее. У кармического совета не возникает необходимости его наказывать. Поэтому жизнь становится лучше. И обобщая, скажу, что тот, кто встал на путь йоги по-настоящему, его уже защищает сам Творец. Даже с ним что-то происходит, когда это необходимо для его еще более глубоких трансформаций, все равно Творец его защитит. В самый последний момент. Вспомните историю прохлады мальчика, у которого сам Отец был демон. И он втайне молился Кришне, Верховному Богу, допустим, в лице Кришны, в лице, может быть, Шивы. Не важно. Это же один Творец, он просто по-разному себя проявляет. А с ним воевал, собственно, Отец. Когда пришел момент, когда он потребовал от него преданности демону, мальчик отказался, тогда его стали истязать. И каждый раз, когда его пытались, уже действительно, по-настоящему, это не просто так, это физическое тело, оно нуждается в защите, а он ребенок. Там целая демоническая вся эта сила. Каждый раз, когда они пытались его подвергнуть насилию, я бы сказал, даже пыткам, в современном мире это так выглядит, каждый раз его спасал Творец. И в конечном итоге, вы знаете, что он вышел из этой колонны даже, когда сказано было, что Бог находится везде, он говорит, что даже в этой колонне, даже в этой колонне он оказался. То есть у Бога нет проблем с тем, чтобы нам помочь. Проблема в нас. Мы не принимаем эту помощь. Мы думаем, что мы должны сделать так или получить эту помощь отсюда. Или должно быть именно так, как мы это думаем. На самом деле мы не принимаем помощь, потому что, скажем, наш фокус внимания направлен на другие вещи. Мы очень эгоистичны в обычном состоянии. Я говорю, когда я говорю «мы», я имею в виду вообще в целом людей. Поэтому приходит аватар, который говорит, что Бог очень близок. В Коране написано, что Всевышний Аллах, Верховный Владыка, Он ближе, чем наши артерии. Саи Баба пришел показать нам, что Он настолько близок, насколько мы даже себе представить не можем. Мы рядом ели с Ним, пили, Ему задавали вопросы и забывали люди, что рядом с Ними сидит властелин мира. Вообще мира не этого, а вообще всех миров. Вот настолько все просто, настолько все безхитростно, безэгоистично. От пят до головы в нем не было эгоизма. Но играл Он роль, конечно, искусства божественного. Там, где надо было, Он проявлял свою силу, там, где надо было, проявлял любовь. И все это любовь, по большому счету. Поэтому я сейчас на нем сфокусировал свое внимание, для того, чтобы, во-первых, люди, которые будут смотреть, это великое благо услышать о том, что Он был. Даже те, кто его еще не знают, считается, в Ведах написано, что если вы услышали имя Сатя Саи Бабы, то ничего не делая, через 11 жизней вы придете к освобождению. Просто услышать имя Саи Бабы, через 11 жизней вы придете к освобождению, ничего не делая. Но ничего не делая не получится. Человек, который уже услышал о Саи Бабе, он уже получил импульс. У многих людей есть, так как мы живем в нашей такой реальности физической, есть достаточно простые физические желания. Там, как-то хорошо выглядеть, может быть, иметь какое-то имущество, реализовать какие-то свои цели. Не все они связаны с духовными. И как соотнести это все с духовной практикой? И как выстроить свою жизнь таким образом, чтобы хватало времени и на то, и на другое? Ну, во-первых, я бы не стал разделять материальное и духовное. Я очень часто говорю, что не существует материи отдельно от духовности. Духовная практика — это просто понимание того, что все есть духовное. Духовная практика — это забота о ближнем. Духовная практика — это не только саморазвитие, но и создание условий для развития твоих близких. Духовность — это состояние переживания, блаженства, атмического присутствия в каждом. Вот твой взгляд на людей, он должен быть с точки зрения духовности не только относительно тебя по отношению к миру, но и проникающая сила твоя, твоего вида или взгляда, точнее, твоего духовного переживания в миру. Тогда у тебя не возникнет вопроса, когда заниматься, почему это так, а это не так. Почему есть недуховные желания, а есть духовные? Нет недуховных желаний. Все это элемент духовности, все это элемент проявления силы. Просто ум настолько извращает это все, что он превращает обычное нормальное желание поесть в нечто недуховное, когда это в другую крайность перетекает. То есть это обжорство. Дело уровня сознания. Уровень сознания меняется, тогда у человека меняется восприятие. Ничего плохого нет в том, что человек хочет иметь имущество, недвижимость. У меня тоже есть дом, мне надо где-то жить. Но проблема в том, что люди не могут без этого. То есть быть в миру необходимо, но необходимо быть не от мира сего. Ты можешь купить себе 10 домов, самых хороших, имеешь право. У тебя есть возможности, приобретай яхту. Это сейчас престижно. Это тебе совет. Но при этом будь свободен от этой яхты. Либо приобрети эту яхту и катай детей, у которых нет возможности прокатиться на ней. Все должно нести высокую идею. Когда у меня было очень-очень мало денег, собственно их и сейчас немного, но мы старались создать условия для семьи и для тех людей, которые будут приходить к нам. И мне предложил человек один, духовный сотоварищ, предложил, давайте я вам дам денег, вы построите второй этаж. Я спросил, зачем? Он говорит, но людей будет приходить еще больше. К вам будут приходить люди, где вы будете всех содержать. Я очень долго думал, я не соглашался, потому что мне на тот момент, это много лет назад, казалось, что это не духовно. У человека забирать часть денег, который, в общем-то, работал, зарабатывал, это его ресурс. И надо сказать, что нелегко зарабатывал. Вот так вот просто взять и как бы взять и построить. Он второй раз мне предложил, я отказался. Третий раз он мне предложил, через какое-то время. И потом я помедитировал на эту тему, и да, я построил, я взял эти деньги, потихонечку потом их вернул, конечно. Я построил второй этаж, но на этом втором этаже я сделал огромный зал в виде ашрама. И туда на протяжении многих лет собирались преданные. Там были практики, там были песнопения, там проведено было огромное количество работы. Все это не для меня лично, мне это не нужно. Поэтому, если ты, допустим, покупаешь себе недвижимость, ты это покупаешь не себе, ты свободен от этого. Живи там, наслаждайся, радуйся, ничего в этом плохого нет. Церкви, мечети очень красивые, почему твой дом должен быть хуже? Пусть будет, но будь свободен от этого. Как только это заберет у тебя, Всевышний, ты должен с радостью расстаться с этим, потому что ты свободен изначально. Не существует материального отдельно от духовного. Но есть извращения ума, как я говорил, которые все это превращают в нечто, что заставляет людей деградировать. Вот в этом проблема. Вы знаете, что грехов не существует? Я сейчас могу сказать то, что вообще ломает всю концепцию. И многие скажут, а, грехов не существует, значит, можно делать все, что хочешь. Нет. Грехов, как таковых, не существует. Это все совокупность желаний. Просто уровень сознания другой. Но грешен ум, который все это извращает. Отношение к этому должно быть другим. Что такое грех вообще? Это то, что задерживает тебя на пути твоей эволюции. В Одессе жил святой человек, неофициальный святой, но он действительно обладал очень высокими, высокодуховными, моральными, этическими качествами. Обладал способностями, но был великим преданным Сайбабу. Огромное количество людей исцелял, к нему толпы людей ходили. Олег Семенович, я к нему много раз ездил, мы дружили, как-то так вот получилось. Он даже мне предлагал Одесский Сатя-Сайи-центр, очень большой, они там храм построили, возглавить его. На что я отказался, естественно, потому что я знал, для чего он так говорит. Он готовился к уходу. И многие годы он находился здесь. Так он курил. Причем курил безбожно, можно сказать так. Но это его ни в коем случае не заставляло деградировать, потому что он этим самым удерживал себя, он якорь создавал. Это мог делать только он или подобное ему. Но это не значит, что теперь можно повторять за ним. Сначала нужно стать таким, как он, допустим, ну или в лице его другие мастера есть, а потом можно делать все, что угодно. Есть история, когда на Тибете очень многих мужчин в силу военных действий убили. Вы знаете, что в Тибете сейчас очень тяжелая ситуация вообще, тибетский народ притесняют и так далее. Огромное количество мужчин погибло. И там был лама со своими учениками. Это духовное лицо, это святой был. Вот. И было замечено, что лама встречался с местными женщинами. И от него рождались дети. Тогда ученики, они вошли в ступор. Как же так? Он же обед безбрачия дал. И вообще, что происходит? В какой-то момент они его осуждали, наверное, а затем стали делать то же самое. И, естественно, началась смута в селах. Тогда всех собрали, ну там, в каком-то месте. Встал этот лама, собрал всех своих монахов, так называемых. учеников и на глазах у всех съел около килограмма или того больше гвоздей. Тибетские гвозди очень большие. Просто всех съел. На глазах у всех. И сказал своим монахам, если кто-то сможет это сделать, тогда можете делать и все остальное за мной. Повторять. Таким образом, он оставил этот процесс. То есть, он знал, для чего он это делал. Потому что нужно было сохранить популяцию людей. и наверняка рождались очень высокие души. Ну или те, кто застряли, мученики, они также могли прийти. Это наука очень высокая, глубокая. Такая история была. поэтому мы на сегодняшний день простые люди. Для нас является примером жития святых мастеров. И мы должны стремиться к тому, чтобы быть хорошим примером для других. Поэтому эволюция наша и эволюция всеобщая зависит от того, насколько мы вместе, изучая Писание, продвигаясь в духовной практике, кристаллизуем ту мудрость или тот философский камень, который в каждом из нас должен быть проявлен. Так мир будет меняться. В этом смысле я избрал в этом воплощении крия для того, чтобы ускорить процесс не только свой эволюционный свое время, но и огромного количества людей. Вы же видите, что происходит. Очень большое количество людей, это уже десятки тысяч людей, которые изменили жизнь к лучшему и продолжают практиковать и быстро меняются. Поэтому все средства хороши, если они действительно ведут к Богу, который внутри, не где-то, не куда-то, именно внутри. Вся реализация внутри происходит. Спасибо большое.